Здравствуйте, дорогие друзья! С вами доктор Виктор. Одной из распространенных медицинских процедур является внутримышечная инъекция. Этой процедуре, этой манипуляции обучают врачей, медицинских сестер, опытные люди, и доводят ее использование до автоматизма. Однако в ряде случаев приходится выполнять внутримышечные инъекции дома самостоятельно. И сегодня мы поговорим о том, как, казалось бы, эту простую процедуру выполнить так, чтобы она не приводила к серьезным осложнениям. Первый вопрос, который возникает, а нужна ли внутримышечная инъекция? Почему-то многие считают, что если сделать укол, то препарат быстрее доходит, и он гораздо более эффективен. Однако это верно только в том случае, если пациент находится в тяжелом состоянии, или действительно нужно создать большую концентрацию препаратов в кровяном русле. А в большинстве случаев можно обойтись другими формами препарата. Например, необязательно колоть внутримышечный диклофенак. Можно вполне поставить ректально свечу вольторен. И эффект будет не хуже, а иногда даже лучше. Поэтому прежде чем приступить к внутримышечным инъекциям, посмотрите, существуют ли другие формы введения препарата. Может быть, удастся избежать внутримышечного введения и связанных с этим сложностей. Вторая ошибка – это попытка сделать инъекцию обязательно в ягодичную область. На самом деле, если вы проводите инъекцию кому-то, то сделать инъекцию в ягодицу – это самый простой вариант. Но когда человек сам себе делает внутримышечную инъекцию, попасть в ягодичную область очень-очень сложно. Человек начинает крутиться, начинает выполнять манипуляции перед зеркалом. Это сложно, и человек просто рискует снимать себе шею во время выполнения этой манипуляции. Нужно помнить, что существует две зоны введения. Первая – это ягодичная область, верхняя наружная часть. В этой зоне нет ни крупных сосудов, ни нервов никаких. Зона безопасна для введения, поэтому она является основной. Но такая же зона существует на передней поверхности бедра. Но при этом, выбирая ту или иную зону, нужно помнить, что нужна специальная игла для той или иной зоны. Поэтому третья ошибка, которую допускают люди, пытающиеся сделать себе инъекцию самостоятельно, это уверенность в том, что все шприцы одинаковые. И все иглы подходят для того, чтобы делать инъекцию куда угодно. Это далеко не так. На любом шприце имеется обозначение, какая игла входит в его комплект. И длина иглы будет зависеть от пола человека, от зоны введения и от массы тела человека. Общее правило следующее. Если делают инъекцию женщине, ну, возьмем человека средней комплекции, то для проведения инъекции внутримышечной нужна игла примерно 40 мм. Для мужчины достаточно 30 мм. Ягодичную область, если мы делаем. И если мы выбираем в качестве зоны инъекции переднюю поверхность бедра, то и мужчинам, и женщинам рекомендуется длина иглы 25 мм. Четвертая ошибка – это неправильное открывание ампулы. Для того, чтобы провести инъекцию, нам нужно будет две спиртовые салфетки. Первая спиртовая салфетка пойдет для обработки места инъекции. Здесь все понятно. А вторая салфетка будет использована для того, чтобы открыть ампулу. Скрываем салфетку, берем ампулу, протираем ампулу в зоне, где она будет надламываться. Это вот это узкое место. И после этого этой же салфеткой аккуратно ампулу вскрываем, надавливая. Так вот, не все знают, как правильно эту ампулу вскрывать. На ампуле имеется на верхней части точка. Вот эта точка. Возьмем другую ампулу, проверим. Тоже беленькая точка находится. Эта точка показывает, куда нужно давить в момент открывания ампулы. То есть я беру ампулу, разворачивая точкой кверху, через салфетку мы это делаем, зажимаю и ломаю, надавливая на точку в противоположную сторону. В этом месте стекло максимально тонкое, позволяет сломать ампулу так, чтобы отломить только колпачок, и не раздавить всю ампулу в руках абсолютно. Некоторые ампулы вместо точки имеют полосочку. Вот прямо на тонкой вот этой шее имеется полосочка. Эта полосочка говорит о том, что ломать ампулу можно в любом месте. Полосочка на самой голове отношения к этому не имеет. Это всего лишь маркировка препарата, чтобы врачи не перепутали ампулы, если ампул много. Поэтому мы смотрим только на полосочку, вот здесь вот на шее, на самом перешейке. Пятая ошибка – это нарушение правил дезинфекции. Одним из серьезнейших осложнений при проведении внутримышечной инъекции является занос инфекции внутрь тканей. И, например, если в ягодичную мышцу попала инфекция, то очень часто человек оказывается в хирургическом отделении с тяжелейшими гнойными осложнениями. Ну, во-первых, мы используем салфетку для обработки места инъекции. А во-вторых, с того момента, как вы набрали препарат шприц, и дальше я колпачок снова закрываю. Вот это позволяет, пока я иду до пациента, потому что нужно что-то убрать, что-то положить. Положить шприц, кстати, абсолютно можно спокойно, но только при условии, что у него одет колпачок. Убираю все, что нужно, убираю ампулы. И после этого уже я беру вторую салфетку и уже подхожу к пациенту. Обрабатываю зону введения, снимаю колпачок. Выпускаю воздух из шприца, чтобы выходит несколько капель препарата. И только после этого уже начинаю делать введение. Шестой ошибкой является отсутствие смещения кожи. Вместе с введением препарата, перед тем, как сделать инъекцию, кожу нужно немножко пальцами сместить в сторону. Смещение кожи позволяет, во-первых, ее натянуть, что позволит достаточно легко сделать инъекцию. А во-вторых, вы вводите препарат, вынимаете иглу, кожу отпускаем, и слои кожи смещаются, делая отверстие, то есть канал, который проводили, не прямым, а изогнутым под углом. То есть препятствуем вытеканию крови. Седьмая ошибка – это глубина введения. Пытаются сделать инъекцию на всю глубину иглы до конца. Вот в этом месте, где игла крепится к основанию, иголка теоретически может сломаться. Игла достаточно подвижная, и в этой зоне может случиться отлом. И тогда достать иглу из тела будет достаточно проблематично. Если навык позволяет, все-таки чуть-чуть иглу не доводить до конца. Хотя бы пускай 2-3 мм остаются снаружи. В этом случае, если произошел облом иглы, то оставшийся хвостик позволит захватить иглу и вытащить аккуратно из мышцы. Восьмой пункт, на который обращаем внимание. После того, как игла вошла в тело, нужно обязательно проверить, не попали ли мы в кровеносный сосуд. Мышцы богаты кровеносными сосудами. Вероятность попадания именно в сосуд кончика иглы достаточно высокая. Может создаться высокая концентрация препаратов крови, и получатся очень тяжелые побочные эффекты. Поэтому, когда игла вошла в мышцу, немножко поршень тянем на себя и смотрим, не заполняется ли камера кровью. Если игла находится вне сосуда, то даже вытянуть на себя поршень не получится. И тогда можно спокойненько абсолютно вводить препарат внутрь. Если же все-таки начинаете, немножко поршень на себя потянули, и игла начинает заполняться кровью, лучше чуть-чуть вытащить иглу повыше и повторить еще орылочек на себя. Поршень потянули наверх, посмотрели. Все, приток крови закончился, из сосуда мы вышли, и теперь можно вводить уже препарат. Если и при вытаскивании иглы история повторяется, придется делать инъекцию в другое место, с тем, чтобы не рисковать. Девятая ошибка является достаточно большая скорость ведения препарата. Почему-то делающий инъекцию, особенно если делают кому-то, а не себе, старается препарат вести как можно быстрее, видимо, чтобы закончить с этой неприятной процедурой. И со всей силы на поршень давят. В итоге достаточно болезненная процедура получается. Очень многие препараты специально разбавляются лидокаином, для того, чтобы не так больно было вводить, а максимально быстрое введение создает напряжение в тканях, ткани раздаются в разные стороны, и потом достаточно сильно после инъекции болит. Поэтому не надо торопиться. Ввели иглу, и не торопясь, плавно давим на поршень. И, наконец, десятая ошибка. Это использование повторно одного и того же инструмента для нескольких введений. Для каждой ампулы, для каждого препарата мы берем отдельный шприц. И даже если попали в сосуд, извлекли иглу, и теперь должны сделать повторную инъекцию, нужно взять иглу, можно не менять сам препарат, но иглу мы берем, вскрываем от другого шприца, вскрываем другую упаковку, ставим иглу, и снова делаем инъекцию. Инъекция достаточно серьезная манипуляция, которая требует предварительной подготовки, кстати, в виде, как минимум, вымытых рук, а если вы выполняете инъекцию кому-то, надевания перчаток, соблюдение условий стерильности, подбора специального инструментария, ну и соблюдение назначений врача. Не буду лишний раз напоминать сейчас о том, что введение любого препарата возможно только после назначения врача. И в заключение еще один совет для тех, кто боится делать инъекции или никогда их не делал. Не бойтесь. Да, ручки будут дрожать, да, кажется, что это страшно, но при соблюдении тех правил, о которых мы говорили, инъекция проходит достаточно спокойно. Вот. И главное правило при всем при этом жопа не твоя. Делайте инъекцию, не жалейте, потому что попытка ввести дрожащими руками приводит только к увеличению страдания того, кому мы делать инъекцию. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok